Здарова, братва! Вы снова смотрите выпуск на канале проекта NoaHoolyMovie. Уже через два часа наша сборная выступает в бой в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, поэтому мы с Пашей очень торопимся снять новый выпуск на относительно радикально новый продукт на рынке Virginia Original. Поехали! Ну что, братва, будем начинать. Человек справа от меня не нуждается в представлении. Это Паша Савинов, канал Савинов Сейс, и сегодня Савинов Сейс в эфире проекта NoaHoolyMovie. Итак, продукт, о котором мы сегодня будем разговаривать. Я расскажу в двух чертах, после этого... в двух словах. После этого с Пашей мы все это прекрасно попробуем. Паша пробовать начал уже, поделимся впечатлениями и к какому-то знаменателю по поводу продукта придем. Итак, я бы вставил одну ремарку. Я первый продукт сегодня первый раз и вижу его первый раз. Были какие-то там скептные дегустации, мне, к сожалению, не удалось попасть. И до этого видел только по отзывам, не по всякой другой истории. Вот сегодня первый раз решил попробовать. Думаю, что... Думаю, что попробую. Думаю, что попробую и смогу сказать свое мнение, поэтому подумаю, что так как-никак есть уже какой-то отзыв. Итак, что из себя представляет сама компания? Те, кто так или иначе следит за рынком, уже, наверное, слышали, что бренд зашел на рынок с многомиллионным долларовым эквивалентом бюджетом. И у ребят действительно серьезное свое производство, серьезный новый бренд, серьезные люди им занимаются. Насколько серьезный получился продукт, попробуем выяснить сейчас. На данный момент времени в линейке 14 вкуса мы попробуем 3. У ребят запустилась новая линейка, линейка крепкая, которую мы тоже попробуем сегодня покурить. Табачный лист, который используют ребята, это исключительно Вирджиния, как можно догадаться. Из названия компании Вирджиния родом из США. Как утверждают ребята, в очередной раз они используют полный набор всех дорогущих и лучших немецких аромок, которые можно было уже встретить ни у одного производителя на российском рынке. В каких пачках это все нам продается. Есть упаковки, соответственно, 200 грамм, упаковки 50 грамм, таким образом она выглядит. И новый формат, который типа запустили ребята, это ты заказываешь 200 граммовую банку, но только говоришь, что тебе нужно в работу. И тебе без доплаты присылают сразу в пластиковом контейнере. Ты открываешь, типа достаешь и сразу работаешь. В целом прикольный. Прикольный фишечек, да, удобно. Да. Что касается брендинга, ну вы знаете мое отношение к маркетингу, но это полный провал. Паш, мне кажется, упаковка похожа на Daily Food. Про задумки только размеры увеличены. Ну и глобально, если я сравниваю с сейчас существующими проектами, это челла, по-моему, да, делает диски какие-то, что тоже подобное. Нет, в целом, что касается нейминга, что касается подхода, наверное, ну не наверное, точно это можно было бы сделать куда интереснее. Мы имеем такой чисто заточенный под ритейл продукт для какого-нибудь островка с табаками в каком-нибудь торговом центре, где человек подойдет, ему просто поставят какой-то там средний по крепости продукт, который у нас может купить, прийти домой, положить в чашку, покурить и забыть. Итак, мы будем, можешь рассказать визуально о том, что я себе представляю продукт, так что ты больше в этом разбираешься, я уже начну что-нибудь пробовать. Слушай, ну я прям в моменте, сложно мне сказать, да, но это точно Virginia, вот в этой упаковке. Единственное, у меня такой вопрос к ребятам, так как я выключаю свою крепкую линейку, это тоже походу Virginia. Virginia? А, блядь, да, Virginia. Вообще я хотел сказать про другое, я хотел сказать, знаете, про какую историю, про нейминги вернуться. Мне, короче, нравится название Original Virginia, потому что, ну это типа как табак назвать табаком. Ну, такое, и пиво, вот я сделаю компанию, например, пиво, и назову ее пиво. Мне кажется, это не очень прикольно. Вот, что касается сырья и аромат, я сейчас слушаю пол, ну, один в один ароматика, как у DarkSide. Ну, ну, Саня мне сказал уже, что, в общем, когда я буду пробовать, то, что ему удивлюсь. Глобально, сейчас я буду в крепкую грушу, она прикольная, но мне немножко поддавливает на горло, непонятно пока за счет чего. Не буду бросаться словами про никотин, но в целом, я думаю, для любителей крепкого, ну, вполне прикольная история. Ты уже пробовал, кстати, крепкий? Нет, я сейчас буду пробовать после тебя. Мы попробуем всего три вкуса. Действительно, как сказал Паша, я перекурил основную массу вкусов, которые есть у компании, и завидная их часть очень сильно похожа ароматикой на ту ароматику, которую мы привыкли видеть у табачного бренда D-Tabaco. Давай попробую легкую линейку, про нее особо сказать нечего. Это типичная Вирджиния, которую можно прийти незатейливо домой, положить в чашку, покурить с крепостью ниже среднего. Ты будешь курить смородину. Я вот по тому вкусу еще хотел добавить, который я курил, крепкий. Ну, сейчас, ну, я минут 10, у нас его даже меньше покурил, и ароматика уже очень-очень слабенькая. Ну, крепкую линейку ребята только вывели, я так понимаю, это полутестовые пачки, которые мне привезли, они еще в таком формате выглядят. Действительно, аромки груши практически не чувствуется, хотя ароматика груши на обычной легкой линейке максимально яркая и очень похожа на грушу от компании DarkSide. Попробуй Кока-Кола. Да ты грушил, а я курил? Не, да, походу ты смородину кури. А, смородина. Ну, мне, по первым впечатлениям, тоже мне очень понравилось. И вот, не, прикольный куриц. Я, видимо, просто зажравшийся немного с точки зрения кодаков. И даже не то, что зажравшийся, я привык курить одно и то же. У меня есть там сформировавшийся топ вкусов. И, ну, вот, смородина тоже не показала, фабелька. Сейчас попробуем Кола. Перегрето? Нет. Очень аромка бьет. Я считаю, будто перенасыщенный. Типа это Кола, но мне кажется, блин, я какой-то хейтер. Вот, боже, этого табака, ну ладно. Короче, набьет по горлу. Помните, был табак на Пагаре делался? У тебя был с ними что-то. Аравия оплатила? Да, Аравия. Вот, в Аравии тоже сильно аромки били по горлу. Здесь, конечно, не так жестко, как в Аравии. Но тоже вот по первым тягам, по крайней мере, вот эти ощущения прошли. Короче, на данный момент времени, что мы имеем? Во-первых, что важно и ценно заметить? То, что мы сейчас с вами наблюдаем, понятно, что, скорее всего, это не окончательная версия продукта. И ребята, если там кучу раз, особенно после этого выпуска, наверное, будут что-то проверять, допиливать и так далее. Точно можно сказать следующее. Это то, к чему наша индустрия шла довольно давно. И это очередной звоночек, говорящий нам о том, что, ребята, начинается новый этап формирования кальянного рынка. Здесь появляются серьезные компании с серьезными деньгами. Продукты заведомо выходят акцизные. Ценник на 200-граммовую пачку табака Original Virginia на данный момент обозначен в рознице, в ритейле в 2000 рублей. За сколько? За 200 граммов. Это не дешево. Это сразу задает определенную планку. И одновременно с этим же, наверное, обеспечивает определенные проблемы с выходом продукта на рынок. Потому что... Глобальная, по-моему, цена, как и в Арксайде. Да, по большому счету, да. Но, конечно же, на данном этапе, пока еще Россия работает с безакцизом, и русские продукты до сих пор крафтовые переходят только на акциз, они находятся в более выгодном положении. Потому что, конечно, масштаб людей, которые могут попробовать безакцизные продукты, он колоссально больше, чем людей, которые за 2000 пойдут купят пачку Virginia Origin. Безусловно, безусловно, момент, когда нужно будет приходить к этим продуктам, он появится. Этот момент будет очень скоро. На данный момент времени, что, пожелаем ребятам удачи, развиваться. У меня есть еще один инсайт, довольно прикольный. Говорят, что ребята в Подмосковье, ты знаешь, как город? Вот это нет. Короче, где-то в Подмосковье, говорят, у них находится производство, и там довольно большие мощности. Но у меня есть инсайт, что компания Origin Virginia принимает на аутсорс производство других табаков. То есть, если, допустим, вы хотите сделать свой бренд табака, то компания Origin Virginia дает такую возможность, то есть, на их базе делать табак для тальян. Мне кажется, это прикольно, потому что, допустим, крупные иорданские производители, здесь вот тоже по такой же схеме, да, там и большие иорданские заводы поставляют табаки, как в Америку, в Европу, там, ту же самую Германию. Наверняка увидели, там, однотипные, похожие друг на друга табаки, типа Халил Мамун, то же самое Аргелини и прочая история, да, там, Хумари отчасти сырье поставляется из Иордании. Прикольно, что в России появилась такая компания, хотя уже есть Пагар, но вот еще добавилось Origin Virginia, которая в будущем готова предоставлять свои мощности в срок производства своего бренда. Да, круто, действительно круто. Еще и Enigma, да, потому что что-то такое же плюс-минус. Enigma? Да. А эти элементы. А, элементы, да, не Enigma, элементы. Ну, я думаю, что они просто сделаны производством. Ну, то есть, у меня, по крайней мере, нет информации. Ну, короче, время покажет, до матча сборной России остается всего лишь час, и мы не знаем, в каком состоянии приподнятом или уже попрощавшись с чемпионатом мира вы будете смотреть этот выпуск. Мы искренне с Пашей идем переживать за сборную России. Спасибо, Паш, за выпуск. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, рассказывайте своим друзьям. Подписывайтесь на Пашу Савинова в его телеграм-канале, Савинов Сейс. В моем телеграм-канале название в разработке. Ссылки на оба ресурса будут в описании к видео. Чугаво! Сучара!